Гороскопы, нумерология, карты Таро – все эти способы оценить себя и окружающую действительность в последнее время очень популярны. Наряду с древнейшими учениями в новейшей истории возникают новые концепции познания мира, например, дизайн человека. На встречу со специалистом хьюман-дизайна Олесей Истоминой сегодня пришли стилист-предприниматель, хозяйка бутика номер один Наталья Андрианова и шоумен и начинающий астролог Павел Дикон. Это получается метафизика, халогенетика. Человечество делится на четыре типа, это генератор, проектор, рефлектор, манифестер. И у каждого есть две цифры. Нужно изначально дата рождения, время и город. У нас есть 64 генных ключа. Потом получается у каждого человека есть 384 качества. Помимо этого еще 1080 вариантов проработки, проживания вот этих вот качеств. И если ты знаешь, что как, то есть откуда растут ноги, то жизнь становится интереснее, и ты уже понимаешь, кто ты. Согласно теории хьюман-дизайна, люди делятся на четыре типа. Генераторы – это такой тип людей, который человек-батарейка. Очень много энергии в течение дня. И самая фишка наша главная у генераторов, если мы откликаемся на что-то, мы делаем, должно быть изнутри эти наши желания. Если мы делаем, что мы хотим делать, у нас притягиваются в жизнь наши люди, события. И жизнь проходит какой-то, не знаю, новый этап с удовольствием. Второй тип людей – это проекторы. Проекторы – это люди, которые направляют. Они мало делают, но много говорят. Они пытаются направить. Третий тип людей – это манифестеры. Это такой самый, так скажем, сильный тип личности. Манифестеры – они не привыкли говорить о своих действиях и намерениях. И четвертый тип личности – это рефлекторы. Их особенность в том, что они отражают манеру поведения своего окружения, со всеми их успехами и неудачами. Таких людей в мире всего около 2%. Дизайн человека определяет сферу деятельности, степень совместимости людей, в каком регионе и климате лучше всего осуществлять свои планы. У каждого из нас есть свой сценарий, который нужно прожить. Дизайн человека – это, грубо говоря, как инструкция по применению. Если ты ее знаешь, если ты ее изучаешь, то тебе легче живется, проживаешь ты это все грамотно, к тебе притягиваются твои люди, у тебя становится качество жизни намного больше, хорошая работа, много любви и счастья. Область применения дизайна человека может быть профессиональной, чтобы знать, с кем имеешь дело, а также личной, чтобы лучше понимать родных и близких. Очень мне понравилась тема с детьми. Я рассказываю своих детям, как мне непросто, а у меня с ними, ну честно, я проигрываю. То есть они надо мной прям берут вверх. А тут я понимаю, что я должна, видимо, их изучить, этих детей своих, все-таки вот глубоко изучить. И понять, что вот от него не надо требовать, он это просто, ну вот он такой. Ну это не его, он такой. Надо принять. Принять это, ну как есть. Просто если это употреблять в своей работе, особенно в семье, если употреблять, ну генетический человек к этому не расположен. Конечно, так можно много спустить, а мы генераторы, как говорится, нам все, вот те генераторы, вот и пошли. Но мы в этом находим свое счастье. Как показал этот эксперимент, хорошо знакомой многим из нас астрологии, дизайн человека не противоречит. А напротив, оба учения говорят об одном и том же, только с помощью разных образов и определений. Опять-таки отношения, взаимоотношения с человеком. Прям я выцепил, что мне нужно каждый раз разрывать практически отношения. И на утро я совсем другой человек. И вот это как раз-таки и находит отклик. С астрологией они очень сильно перекликаются. Потому что я совсем недавно начал этим заниматься. Все науки, они все-таки близки. Психология, дизайн человека, астрология. Вообще это науки, которые все в себе совмещают. И в итоге помогают человеку продолжать жить именно. А то иногда некоторые оставляют свою жизнь, пускают ее на самотеку и так доживают. А вот благодаря таким наукам человек начинает жить. Сколько существует человечества, столько люди пытаются понять друг друга, составить формулу счастья и предсказать будущее. И в наше время, когда происходит переоценка всех ценностей, к этим темам обращаются все чаще и чаще.